Доброе утро! В эфире новости на Катунь-24. В студии Елена Самарина. И вот главное к этому часу. В Новолтайске построят современный логистический комплекс за 4 миллиарда 200 миллионов рублей. В Алтайском крае продлят время продажи алкоголя до 10 часов вечера и ограничат торговлю спиртными напитками в общепите. Самый меткий стрелок страны живет в Барнауле. 18-летний Всеволод Баутин стал чемпионом России по практической стрельбе в дисциплине экшн-эйр. В Новолтайске построят современный логистический комплекс за 4 миллиарда 200 миллионов рублей. Соглашение на Петербургском международном экономическом форуме подписали губернатор Алтайского края Виктор Томенко и генеральный директор новосибирской компании «Надстрой» Андрей Рожко. Согласно проекту, новый комплекс должен отвечать потребностям и федеральных ритейлеров, и маркетплейсов, и подойдет для нужд малого и среднего бизнеса. В течение нескольких лет планируется создать больше 4 тысяч рабочих мест. Это станет дополнительным стимулом для развития Новоалтайска. Предоставляем землю, обеспечиваем инфраструктуру и так далее. В общем-то, хороший инвестиционный проект, который обеспечит и увеличение объема инвестиций, и, естественно, как всегда, объем налоговых платежей, и дополнительные тысячи рабочих мест. Поэтому перспективный хороший проект. В прошлом году объем инвестиций в Алтайском крае составил практически 180 миллиардов рублей. Это на 35 миллиардов больше по сравнению с 2022 годом. Работа по привлечению инвесторов в регион ведется правительством края в непрерывном режиме. Большое спасибо губернатору Алтайского края Виктору Петровичу за оказанную поддержку в его команде. Правительство проявляет достаточно высокую заинтересованность в привлечении инвестиций в регион и развитии региона в целом. Виктор Томенко на петербургском форуме также принял участие в открытии стенда «Большая Сибирь». Церемонию провел заместитель председателя правительства Российской Федерации Дмитрий Патрушев. А я продолжу. В Алтайском крае продлят время продажи алкоголя до 10 часов вечера и ограничат торговлю спиртными напитками в общепите. Депутаты приняли законопроект в двух чтениях на сессии АКЗС. Он начнет действовать с 1 сентября этого года. Первые депутаты запретили продажу алкоголя с 10 часов вечера до 9 утра в объектах общественного питания, которые находятся в многоквартирных домах. Исключение сделали для кафе и ресторанов. Второе. Купить спиртные напитки в сетевых магазинах теперь можно до 22.00. И третье. Также запретят торговать пивом, сидром, пуаре и медовухой в объектах общепита. Исключение сделали для ресторанов, баров, кафе и буфетов. Они продолжат работать по требованиям ГОСТа. Основным мотивом данного закона – это синхронизация продажи в многоквартирных домах и на прилегающих территориях с законом о тишине. Вот это главное. Дополнительные налоги, которые у нас поступят от того, что мы на час продлили в виде акцизов, сокращение продажи суррогатного и контрафактного алкоголя через вот эти перераспределения потоков – вот это все побочные эффекты, которые будут, но в каком объеме, мы еще можем сами только предполагать. Разработчики законопроекта отмечают – изменения сократят количество псевдокафе и псевдобаров, где под видом оказания услуг общественного питания торгуют в розницу алкоголем. В онкодиспансере «Надежда» проходит Всероссийская научно-практическая конференция «Достижения онкологии. Проблемы и перспективы». Она продлится до завтра. Всероссийская конференция объединила медиков из разных регионов страны. В Барнауле собрались представители ведущих онкологических клиник и научных институтов. «Очень большое представительство – это Поволжье, это Урал, это Якутия, это, соответственно, сказать, Москва, Санкт-Петербург, соответственно, Приморский край. То есть, ну, представлены все регионы нашей страны. Причем это знаковые делегации, в основном это главные врачи, главные внештатные специалисты. То есть, они привезли все то новое, что, соответственно, сказать, представлено на территории регионов. Кроме того, широко освещена российская статистика вообще онкологических, так сказать, заболеваний, лечения, введения проблемы в целом по Российской Федерации». Участники конференции обсудили диагностику онкозаболеваний, современные возможности лекарственной терапии и новые подходы к радиотерапии. Особое внимание онкологи уделили реабилитации и палеотивной помощи, поделились ценным опытом. «Мы относимся к другому федеральному округу, к Павловскому. Тем не менее, все-таки проблемы, которые стоят перед онкологической службой, они общие. Но в каждой территории находятся свои уникальные и очень оригинальные выходы из сложившихся ситуаций. Поэтому здесь площадка для обмена опытом, площадка для поиска общих решений и выработки дальнейших планов действий». По словам Игоря Вихлянова, Алтайский край находится на втором месте по заболеваемости онкологии в Сибирском федеральном округе. Однако ситуация меняется в лучшую сторону благодаря технологиям раннего выявления. Высокую эффективность лечения рака в регионе оценили и федеральные эксперты. «Я только могу отметить положительные стороны по поводу касаемой утрозыковой диагностики. Здесь очень сильная команда. Главный представитель Половинкин Алексея Анатольевича, он является выдающимся специалистом и в плане диагностики УЗИ, диагностики в онкологии, мне кажется, в Алтайском крае вопрос закрытый». И о спорте. Самый меткий стрелок страны живет в Барнауле. 18-летний Всеволод Баутин стал чемпионом России по практической стрельбе в дисциплине экшн-эйр. Соревнования в Санкт-Петербурге стали самыми масштабными за всю историю. В них приняли участие 405 спортсменов из 33 регионов. С чемпионом пообщался Вадим Слюсарев. Точность, скорость и хладнокровие – вот три составляющие успеха в практической стрельбе. Направление экшн-эйр развивается в нашем регионе относительно недавно, с 2018 года. Этой весной случилось историческое событие. 18-летний Барнаулец Всеволод Баутин стал чемпионом России среди мужчин в открытом классе. Для отечественных стрелков в условиях спортивной изоляции это наивысшее достижение. Чтобы получить титул самого меткого, Всеволод быстрее, точнее остальных, выполнил 24 упражнения с пневматическим пистолетом. Нету такого, что я прям зацикливался на одном каком-то косяке и там все соревнования об этом думал. То есть я принимал все свои небольшие, можно сказать, опечатки с достоинством и просто шел дальше. Я даже сейчас не всех вспомню. То есть мне это настолько было безразлично. Я как бы это принимал. И соответственно мы уже после соревнования смотрим результаты и да, оказывается, что я первое место. В практическую стрельбу Всеволод вместе со своим братом Родионом пришли пять лет назад. Их тренировал Сергей Петров, отец-основатель экшн-эйра в крае. Затем к детям присоединились и родители. В дальнейшем Баутины даже открыли собственный стрелковый клуб «Невский». Сейчас мы уже используем те методики, которые уже опытным путем отработаны. За пять лет было много работы проведено. И также используем методики Гонконга. Это мекка этого вида спорта. Там сейчас скопление чемпионов. Они делятся с нами своими хитростями, своим мастерством, своим умением подготовить чемпионов. Всеволод вместе с родителями, а также стрелком Максимом Гаврилиным привели сборную Алтайского края к победе в командном зачете чемпионата России. Татьяна Баутина выиграла бронзу соревнований среди женщин. А 14-летний Родион стал серебряным призером всероссийского юниорского турнира. Показывать такие высокие результаты Баутиным помимо ежедневных тренировок помогает и единение семьи. На соревнованиях они всегда вместе, чтобы поддерживать друг друга. Мы проводим больше времени с семьей. У нас есть одни темы, которые мы дома можем обсудить еще. Мы понимаем, какие возможные проблемы возникают в ходе соревнований, в ходе тренировок. Мы эти проблемы обсуждаем, решаем вместе. Это гораздо больше общения, чем у других семей, которые разными видами спорта или разными деятельностями занимаются. Алтайские стрелки уже зарекомендовали себя как одни из лучших. Спортсмены со всей страны ориентируются на навыки барнаульцев и их оружие. Ближайшей осенью в краевой столице пройдет чемпионат Сибири, где у наших атлетов будет очередная возможность подтвердить свой высокий класс. Вадим Слюсарев, Лея Алексеев. Новости. И к этому часу пока все. Не переключайтесь. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова